Сейчас я приехал на диагностику одного из объектов перспективных наших, это Танхаус Московской области. Заказчик разобрал вот так вот, смотрит наши видеоролики, делает грубо говоря по нашим стандартам, разобрал небольшой участок, потому что у него начала протекать крыша, когда пошла отепель. Есть вот такое сложное место, здесь грубо говоря застройщик соединил такие вещи как мансардное окно, яндово, здесь вот идет вот по этой стене с улицы, я вам покажу, идет вот такой парапет, в боке это в виде стены, да, и примыкание, то есть все в одном таком ключе. Кровь на покрытии здесь идет натуральная черепица и вот происходит вот такая вот картина. Вот эти вот места протекают, сразу видно, что нет уплотнителя под контурейку. Очень сложная крыша, соответственно снег зимой, у нас в Москве сейчас снежная зима, снег попадает в Яндову, вернее через Яндову попадает на пленку, соответственно когда идет отепель, он там начинает таять и вот эта вот пленка гидроизоляционная, она не выдерживает такого давления воды и начинает протекать. Это правильная пленка, паропроницаемая, но просто она не для таких серьезных задач. Выглядит это вот так вот, если посмотреть, с этой стороны, то здесь вот лежит снег, чувствуется снег и чувствуется лед. То есть тут вот сейчас тепло, да, вот этот лед уже начинает таять, но если его сильнее, то прям нажимать, то это прям лед. Очень сложная такая крыша, по-хорошему здесь нужно будет использовать другую кровельную мембрану Дельта Альпина, в идеале конечно поменять кровельное покрытие, но так как это тонхаус и застройщик этого сделать не даст. Вот так вот это все выглядит, как-то так в двух словах. Если посмотреть с улицы, то получается вот такие вот сложные участки, как говорил, вот есть парапет, соответственно примыкание, есть ендово, есть труба там, видите, еще труба даже, подарок, и мансардное окно, то есть все в одной куче, поэтому происходит через ендово задувание снега, потом он тает, замерзает, тает, замерзает, и когда приходит, то теперь, вот все это начинает литься в квартиру. Таких квартир здесь очень много. На весну у нас запланировано примерно два ремонта уже, где-то на май месяц. Мы будем заниматься заменой гидроизоляционной пленки на специальную Дельта Альпина, которая является первым классом, пленка диффузионной мембраны первого класса, как раз для таких вот сложных задач. Это не может поменять кровь на покрытие, вот, но нужно сделать так, чтобы вот этот вот снег или вода точно не попадала в крышу. Дельта Альпина Дельта Альпина